Повторная сирена, но по факту отбой в воздушной тревоге, 13.52, на беспокой отрвало 34 хвилины. Это 1000, это 1200, с этой стороны у нас лампы вот таким образом выглядят. Друзья, всем привет, на связи. Сегодня у нас небольшой экскурс по рынкам Пиева, а УНА по Троещинскому рынку. Поэтому это уже не продуктовый, а вещевой. Посмотрим, что у нас продают, количество людей, цены, да и в принципе атмосфера. Потому что Троещинский рынок в Киеве, я думаю, знают во всей Украине. Ну и по традиции, если вам ролик, видео и в принципе эта тематика понравилась, поддержите канал пальцем вверх, фидбэк и подписка. Уже со светофора нас приветствует вывеска Троещинского рынка, речевой рынок Трещина и небольшой экскурс в 10-секундный в историю. Решение о создании рынка Базара Троещина было принято в 1994 году и уже к концу 1995 года он был, так скажем, построен, если так можно назвать. Сейчас занимает площадь, весь рынок занимает площадь более 5 гектар, на которых расположены более 5000 торговых мест. Для примера, кто ориентируется на лесной в Киеве, там где до рынка, вот эта вся эпопея, там 820 торговых мест. Тут 5000, 5000 торговых мест. Я думаю, не стоит говорить о количестве разных национальностей, которые тут продают. Это и азиаты, это и украинцы, это и китайцы, там я даже не знаю, я их уже не отвечаю, там японцы какие-то, корейцы. То есть количество людей, которые везут и продают их просто-просто, огромное количество. И это не странно, это не странно, если у них торговля идет, то почему нет. В принципе, рынок Троещина, он в плане вещей, он просто, это эпопея. Вот просто первые, первые, когда-то, первый раз, когда я обратил на него внимание, когда мне нужна была батарейка, знаете, маленькая вот эта вот таблеточная батарейка для часов. В обычном переходе в городе, эта таблетка там стоила, ну просто для примера, там 50 гривен. На рынке Троещина такая же самая таблеточка, батарейка, она стоила не 50 гривен, а 5 гривен. Понимаете разницу, да? Так, по поводу продукции, есть абсолютно любая. Сейчас у нас задача купить шарики, шарики, ну для украшений, надуть их для украшений. Ну, как показывает практика, не дня без тревоги, взлетели где-то там очередные миги, и поэтому вся Украина в красном цвете. Никого, никого, абсолютно никого на Троещинском рынке это не пугает, работа идет, кипит, покупатели бегут, ну имеется ввиду за своими покупками. Никто никуда не торопится, все делают монотонно свое дело. Так, мы ищем шарики, но даже в этом отделе, вот посмотрите просто, посмотрите, поставьте на паузу и посмотрите, какое количество игрушек, какое количество всяких гаджетов, прибамбасов можно тут найти. Поэтому рынок Троещина это не только шубы, это не только свадебные платья, это не только какие-то вещи в виде футболок или джинсов. Тут есть все. Только что я брал в руки, да, стильки, стильки на Алиэкспрессе, они стоят реально столько же. На рынке Троещина всегда, вот если ты идешь, смотришь, всегда есть какие-то топовые вещи, вот прям, которые еще только-только появляются в Инстаграме. Гуси, подушки, все, чего душа пожелает. Всегда, всегда на рынке, на Трещинском рынке, всегда будет дешевле, чем в любом другом рынке Украины, ну, Киева как минимум. То есть даже если говорить про какие-то шарики надувные, то сюда скорее всего приедут продавцы с обычных магазинов, закупятся и будут продавать. Вот эти вот гуси, да, я не знаю, это какой-то просто вакханалия среди продаж Алиэкспресса, среди продаж инстаграмовских всяких интернет-магазинов. Гуси или утки, как они называются, я даже не знаю. Вот, welcome, вы всего лишь просто идите, идете по междурядям, и вы увидите те вещи, которые только-только заходят на рынок. То есть тут все намного раньше. Что касается шариков, шарики есть маленькие, большие, 8-дюймовые, 10-дюймовые, в зависимости от этого, конечно же, и разница цена. Флаги не путать, жовто-блокитный флаг не путать, жовто-сценю, почему-то некоторые называют его жовто-сценю. Нет, украинский флаг жовто-блокитный. Вот такая вот интересная сенсорная штука для детей. Трубочки всякие, короче, и никакие магазины Антошка даже не нужно, можете сюда приезжать. Я вам скажу по секрету, что любые магазины Антошка, они по сути, Антошка, не Антошка, а любые детские магазины, они по сути везут с того же самого Китая. Малая вероятность, крайне малая вероятность, что кто-то делает в подвалах или на заводах Украины игрушки для детей. Если, конечно, это не украинский какой-то бренд, хотя и он тоже не исключение. Количество игрушек, да, каких-то штук для детей, пирамидки, электронные сачки, всякие шахматы, машинки. Глаза разбегаются, цены, цены, ну, очень жаль, что цены не приклеены, понятно почему, да, то есть, продавец сканирует взглядом, как хорошо одет покупатель и называет ему цену. Вначале, конечно, умножить на 2 или умножить на 3, а потом уже начинается торг. На любом рынке важно торговаться. Так, вот шарики вдалеке висели на дыне рождения, да, там 1, 2, 3, 4, 5, опять же, цена от 40 гривен и выше, в зависимости от размера этого, от размера шарика. На Троещинском рынке, мне кажется, можно реально заблудиться. То есть, эти 5 гектар, если вы не ориентируетесь, если вы там первый, второй раз, ну, заблудиться абсолютно легко. Вот эти вот шарики мы купили, 100 штук меньшеньких, это 8, кажется, дюймов и 100 штук побольше. Так что 12, не помню, сколько дюймов такие, они раза в три больше, чем те. Около 300 гривен, то есть 200 шариков около 300 гривен. Так, чехлы 350, 250, огромное количество чехлов, 11 iPhone Pro, думаю, что S20, S20. Цены, где есть, там, видите, вот там вот 250 чехол Samsung, а 34, 250, 250, там, где видите, можете на паузу поставить, присмотреться, оценить. Тут уже более такие добротные чехлы в виде книжечки. Это у нас переходнички всякие, вот, кстати, иногда смотришь, ищешь переходники, допустим, с Type-C на USB или наоборот. Есть все, зарядки 20 Ватт. Быстрая зарядка 300 на одно гнездо. Тут у нас Type-C есть, 350. Короче, по зарядкам, любое количество лампы. Что у нас по лампам? По лампам у нас 2600, поменьше 1800. Это 1000, это 1200. С этой стороны у нас лампы вот таким образом выглядят. Так, кабели. 300. Тут идет выбор держателей на телефон. Наушники, наушники проводные. 200, 200, 200, 150, 180, 250. 150, джойстики, 700, 800, наушники 650, 750, 1100. Sony. Держатели для телефонов 200, 250, 200 у меня магнитные, но нужно купить такого формата, потому что магнитный в толстом числе чехле отпадает просто. Для прикуривателя разветвитель, зарядка для прикуривателя 150, это помощнее, быстрая зарядка 300. Пропеллер для жарких летних будней. Бесконтактная зарядка 300, 750. Прозрачные чехольчики 12. Склад зарядок. Микрофоны, кто любит караоке, 13-й Pro. Вот такая вот. По-богатому. Колоночка 300. Микрофон. Это по-богатому. Это по-богатому. снизу сверху сбоку цены видите на колоночке до 8000 гривен вполне для такого размера повторно сирена но по факту отбой воздушной тревоги 1352 на беспак отрывало 34 хвалы на 34 минуты это не три часа поэтому я думаю рады многие если не все такой быстрой отмене тревоги варежечки для холодной погоды вполне нормально в магазине такие варежки будут стоить ого-го я вам скажу сколько тут они стоят не знаю сколько потому что сколько мы не стоим дождаться продавщицу возможности не получилось не знаю куда они все испарились ушли будний день это понятно но как бы мне кажется присутствовать нужно продавщицы нету сказала соседка куда-то она ушла то ли в карты играть то ли в нарты то ли еще куда-то непонятно в общем единственный вариант это просто взять товар и оставить и оставить и оставить деньги так сказать на кассе количество варежек количество перчаток в оба поражает любое воображение я думаю что даже на одном вот такому прилавке можно выбрать просто все что угодно для себя на выбор одежда одежда она сто процентов дешевле чем в магазинах но не факт что она по качеству хуже повторюсь что подавляющее большинство любых магазинов они если они не закупаются на трещинском рынке это может быть вот кстати смотрите движуха которая играет на досуге да пока работа кипит пока продажи идут сами по себе в кавычках можно поиграть количество сумок тоже для любителей количество сумок брендовый новых кавычках брендовый не брендовые я думаю выбрать можно дольше габаны это мы перешли в отдел с сумками с бананками с чемоданами и тут вы видите видите столики стульчики несмотря на странный вид вполне шаурмячная 70 гривен стандартная 110 по 2 на 150 молочные сосиска 60 или кебаб 110 шурпа 120 плов 100 это одна из немногих точек где даже и сами продавцы могут тут подкрепиться не говоря уже о покупателях так вот такие вот сумочки мы имеем бананки бананки который можно носить на поясе который можно носить сверху ну вот допустим на такие вот полудетские стоит копейки если говорить про взрослые вот допустим да про черненькие вот такие они стоят там от 300 гривен бананка в то время как в магазинах они стоят будут точно два раза в два дороже вот такие вот лохматые сумки женские то есть наподобие бананок не знаю они тоже стоят примерно там 300 400 500 гривен и выбор как видите большой выбор огромные лучше конечно же приходить на в будние дни потому что на выходных ну во-первых не протолкнуться и внимание к вам будет меньше на будний день в этот царь вот такая вот сумочка стоит 3 300 гривен такого песочного цвета потом есть точно такая же серенького цвета и есть 3 точно такая же черного такого глянцевого цвета 300 гривен стоит такая сумочка по факту интернет-магазинах она будет стоить на я думаю вот такая вот у девчонок творческая фотосессия и посудите сами многие многие все-все потоков выбирают специальный цвет для света на закате на рассвете этих моделей должны быть фотостудии с определенными там какими-то интерьерными там диванами а тут максимально все четко просто пришли загрузились на прилавок все весь треш на фотографиях будет передан в самых мельчайших подробностях и это будни троещинского рынка ну можно сказать фотосессия фотосессия на троещинском рынке и вы знаете ли мне что-то подсказывает что этот фотограф не первый раз девушка фотограф не первый раз на этом рынке не первый раз на этой локации на этом месте и потому что но я думаю там фотографии получаются вполне неплохие а вот продавцы продавцы мне кажется очень теряю яркую возможность привлечь вот такого вот плана рекламу то есть представьте какой был бы ажиотаж на вещи на продукцию если бы фотографии или видео с их прилавка или около их прилавка разлетелись в бойко по инстаграмом по интернетом по каким-то ютубом это был бы ему если не хит то внимание бы привлекло покупателей уж точно если говорить про то чтобы привлечь привлечь вот такую там модель и модель на выходных чтобы она просто стояла как кукла и зазывала привлекала своим видом людей то вполне вероятно что продажи на этой точке были бы еще больше в wood ustedes не понятно почему я буду говорить хорошо ты можешь у тебя прямо на чap да 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 на три хорошо да давай 1 2 3 Друзья, как вы видите, в этом видео у нас минимум цен, ну уж так получилось, да, как бы шли, проходили, снимал и что-то показываю. Цен минимум, но я думаю, что этот ролик мы посвятим такой себе атмосфере, чтобы передать атмосферу рынка, чтобы вы посмотрели, как он, в принципе, будний день выглядит. Хотите более детально, хотите более подробно, чтобы вот прямо по ценам, чтобы прям аншлаг, трэш, количество людей, толпы, давайте фидбэк. Давайте фидбэк в комментах, обязательно в подобайку, да, палец вверх прожмите, обязательно подпишитесь. Это будет мотивация, это будет стимулом для того, чтобы я туда приехал на выходной день, прошелся, показал реально ряды с азиатами, реально ряды с, там, китайцами, реально цены посмотрел, которые в десятки раз меньше. Ну, окей, не в десятки, но реально в разы меньше на ту же одежду, на обувь, чем в магазинах. Дайте мне это знать, поддержите канал и подпишитесь для того, чтобы не пропустить этот новый видос. Ну, а мы движемся уже к выходу, все, что нужно было, купили, движемся к выходу, к светлому будущему. Свет в конце тоннеля, по правую сторону у нас шубы, по левую сторону у нас какие-то куртки, пальто, шубы. Это все, это все в конце февраля, я думаю, что не так нужно. В начале зимы, да, в конце февраля уже это не совсем актуально, сейчас более уже такие облегченные варианты нужны. Все, выходим с трещинского рынка, выходов и входов их несколько. В любом случае, если вы заблудитесь, можно всегда спросить, переспросить у людей, которые там себя отказывают. Все, позвоню. Если ролик был вам интересен, если вы хотите поддержать канал, вы хотите поддержать меня, развейте этого канала видео, мотивацию, стимул снимать новые видосы, прожмите палец вверх, не знаете, что написать, напишите слово просто «Андатора» и подписка для того, чтобы не пропустить Киев сегодня. Всем пока, до новых встреч, в новых встреч.